Уходи! Хроношпан! Уходи! Хроношпан! Уходи! Хроношпан! Уходи! Шары сегодня как символ пустых слов. Правительство у нас любит говорить, что они работают для людей. Так вот, на сегодняшний день эти слова для нас пустые. А на шариках написано «работать для людей». Люди откликнулись. Сейчас пришли из десяток активистов. Мы договорились, что палаточный лагерь начнем разбивать после массовой акции, чтобы не делать каких-то инцидентов. Мы пришли сюда, чтобы высказаться недовольства тем, что строят этот завод. Потому что на самом деле в таком хорошем районе, средь чистого поля, будет стоять завод. Местные жители, вот за лесом, поселок Дорогино, Князево, ну и Шакша, в принципе, недалеко. Все это будет очень сильно загрязняться. К тому же воду они будут брать до реки буквально 5-6 километров. Поэтому река будет, в реку будут сбрасываться все эти отходы, формальдегиды. Нам этого не нужно. «У нас сейчас дети, внуки есть. Вы что думаете? Просто так, что ли, здесь будут? Иностранные инвесторы будут жить, иностранцы будут жить, а мы не люди. Получается, мы не люди?» «Мы тут живем, у нас тут дети. У меня личные дети». «Предупреждаю об ответственности. Федеральный закон номер 54, послушайте. Я вам сейчас, я в закон, в выдержку закона вам предупрежу. Возьмите, пожалуйста. Вы думаете, ваши дети здесь не будут когда-то дышать, да? Пойдемте. Мы вам объяснили, 54 закон. Я пришла тут за своих детей, понятно? С детьми нас уводите. Значит, завод так и будет строиться, да? Я не могу сказать. Значит, есть общественное мнение, которое будет рассматриваться населением Кирилловского сельского совета. И в этом общественном мнении будет выражено ваше желание или ваши какие-то вопросы или претензии, которые есть. Почему Кирилловского? Вы одумайтесь и остыньте, и встаньте на защиту жителей Республики Башкинстан. Я вам объяснил, могу еще раз объяснить, что все вопросы, все вопросы, которые сегодня они каким образом озвучат, они будут решаться в правовом поле. Если юридически сегодня определено, что этот завод не наносит ущерба, значит, и представлена вся документация, то завод будет строиться. Если есть какие-то нарушения, то завод не будет строиться. Сегодня мы выставляем на общественное слушание, в течение месяца будет принято решение и озвучено. Желание может выразить каждый. Вот на основе этого желания мы потом будем... У них телега оказалась впереди лошади. Подождите, подождите, куда вы пошли? Просите у народа, будет завод строиться или не будет? Здесь мы решаем! Почему он удрал-то, интересно? Вот так не делается. Сначала слушание, согласие населения, согласие народа, потом завод. Они завод наполовину построили, а вспомнили, надо сейчас оголосовать с народом. Народ для них никто. Вот это власть. Это мы заявили о себе, они не вспомнили. Слушай, а что, кто будет кого слушать-то? Естественно, они сами решат, и все же, нас же не пригласят никто. Они, что, 10 сентября, после выборов, когда они сядут туда на 5 лет, им пофигу все будет. Абсолютно, даже абсолютно, да. Большая часть людей, я считаю, считают, что сегодня завод никому не помешает. Это наше мнение, ваше мнение. А кроме вашего мнения, есть... То есть мнение администрации? Вот это мнение, это мнение выразится в публичном слушании. Мнение администрации отличается от мнения людей, правильно вы понимаете? Я вам этого не сказал, я сказал только, что ваше мнение будет принято согласно закону, в общественном слушании, и все. Возможно ли так, что завод перенесут в другое место, согласно проведенным слушаниям? Я не готов на эти вопросы отвечать, потому что я не знаю, что значит возможность перенести завод. Будут все документы оформлены, будут сданы, мы на эти документы вам все предъявим на слушаниях, а там все там будет. Почему вы решили, что можем начинать строительство здесь? Я больше не готов с вами общаться. Вот и все, и уходят, и красота. Вы можете задавать вопросы час, два и три. Но вы не отвечаете на вопросы. Я на те вопросы один раз ответил, но они повторяются несколько раз. Вы не ответили, почему строительство началось без согласия всех этих людей. Чем больше мы разжигаем этот разговор, тем больше он ни о чем. Нет, скажите, какие у вас полномочия есть, чтобы люди к вам вращались по каким вопросам вообще? Я вам дал комментарии. Я вам комментарии дал достаточно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...